Из-за этого у меня была проблема с тем, чтобы влететь в матч, и он мне показывал совершенно другие окна и вообще не хотел это воспринимать. Но в любом случае мы смотрим сейчас за матчем. Евгений, как у вас там дела? В порядке. Все, хорошо. Это самое главное. Секреты-пистики победили. Форс-раунд сейчас вы видите от команды Еретикс. Это карта Денюка 5, если что. Взяли форс-команда Еретикс. Собственно, это во-вторых. В-третьих... Сейчас, секунду. Я проверю, чтобы это было хорошо. Да. В-третьих, вот эта вот история прекрасная и замечательная у вас на экранах. Друзья, 1-42 на 2-75. Еретикс и Team Secret от наших коллег от Приматч. А в четвертый контр-форс-раунд от команды Secret не будет такого. Не, а, не будет такого. Они не будут этого делать. Почему бы и нет. Пока наблюдаем за игрой. У нас тут история довольно серьезная намечается. И видим то, что Невера сейчас может подловить очень хороший движ, который происходит на рампе. Словит. Ой, что с мышкой случилось? Что это такое? Мышка соскочила со стола. Мышка соскочила... Господи, как эта штука называется? Забылась. Ковра? То есть, видели, да? Я надеюсь, на повторе покажут. Это прямо что-то вот... Вот стол кончился это называется. Ковер кончился, типа стол кончился. То есть, он ведет руку и не ведет руку. Ну, обычно, не то, что бывает... Ну, ладно, Киашим, короче, сейчас XM-ки забирает Атсона. Все в жизни бывает. Не в этом дело. Очень грустно и плохо, что так произошло. Такой контриться, как бы, высокой чувствительностью мыши. И там уже особо тебе руку не нужно двигать, размахнуться, чтобы половить. Но зато Киашим уже два фрага оформил со своего крокодильчика. И что ж, мы видим, заканчивают раунд успешно для своей команды. И так вот еретики у нас забирают двоечку. Так забирают двоечку, это правда. Надеюсь, покажут повтор здесь. То есть, это очень важный микромомент, на самом деле, если... Ну, возможно, не покажут. Если не знать, что произошло, можно понять, что... О, что он там не стрелял? Там вот это все. На самом деле, там какая-то чисто физическая проблема произошла. Именно с игроком и элементами управления, а не с тем, как он играет в Counter-Strike. Кстати, я только сейчас поняла, что мы третий нюк подряд смотрим. Да-да-да, третий нюк, да-да. Все правильно. Все правильно именно так. Может, еще какие-то карты там у нас сегодня будут, нет? Нет, других не существует. Это все враки и вообще другие карты для слабых. Только нюк для сильных людей. Только нюк, друзья. Невера смог простреливать Перси, на радиорубке пытается спасти сам. Не спасается, Маказин забирает отца, на Анарктизе по Невере проходится. Три человека остаются у команды Сикрет живых, пытаются они зайти на Б. Да, будут это делать пока что. Посмотрим, что из этого выйдет, потому что история пока что у нас ужасающая получается для Сикретов в начале. Но мы, я думаю, ожидали, что, в принципе, эта карта должна будет покрепче проходить. Но пока хотя бы какое-то преимущество должно уже появляться в атаке, не как обычно. И это мы увидим в дальнейшем. История такая, что Мак делает еще один фраг по Анарктизу. И остается у нас Хуана и Синопси, которые будут пытаться в честь бомбы отстоять. Но пока история об этом довольно трудная, потому что Хуан тоже подставляется. Синопси держит позицию, но он остался один против троих. И хоть и время идет, и работает на него все равно, здесь браться до бомбы будет довольно просто. На вилке находят... У нас еще один фраг. Еще один фраг, а ладно. Но вот только сейчас Киашима опять с крокодилом успела накрокодить немного на вилке. И заканчивается все в пользу, в пользу еретиков. Так, а теперь у меня уже... Не, у меня тоже фит завис. Скажи, если у тебя ответственное, потому что у меня опасно альтабоцивная ситуация. Я понял, нет, пока оно мертвое. Все, ответ, ответ. Нет, ответ. Он у меня просто сильно лагать начал. Попробуй перезайти, если тебя чуть-чуть изменится. Да-да-да, я попробую еще раз. Ну, в общем, здесь понятно, что еретики здесь должны вроде успевать. Хотя там нет китов, кстати, не все так очевидно, потому что я что-то не заметил, на какой секунде он начал. Дичайше виснет, но типа вот два фпс я это называю, короче говоря. Ну, что поделать. Возможно, придется клинфит, конечно, менять. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Так, давай посмотрим. Господи, как же ты лагаешь, боже. Не посмотрим, подожди. Попробуй другой фит какой-нибудь параллельный. Если тебя запашат, то я тоже поставлю. Да, надо бы, надо бы. Сейчас сделаем. Да, с фпсм что-то беда. Ну, техническая пауза, я так думаю, что из-за фита это и поставили технику сейчас. Может быть. Может быть. Среди у нас игра. Вот так получается. Сейчас у нас история о том, что Лаки забирает уже Хуана. И в большинстве находятся еретики. И дальше они под Б выдвигаются. Я тоже на втором фитике, кстати. Чтобы переспустил, все нормально уже встало. И Невера делает два фрага к ряду с Фамаса. Есть Перси тут, видимо, с Неверой уже после этого разобрался. Четыре в два. Тут в Сикритом дуговато приходится. На самом деле здесь мы сейчас уже наблюдаем хотя бы такой обычный, правильный нюк. Без всяких там проблем, которые были до этого. То есть неожиданные какие-то сильно атакующие стороны. И абсолютно ничего не могущие стороны взвод защиты. И тут, наверное, все-таки будет перевес в нужную сторону по факту. Пока видим то, что Перси ставит отличный фраг с Дегла. Но после этого уже ничего не смог сделать. Помог еще немного Татсу забрать Кашиму. Но видим то, что все равно у нас рейк заканчивается успешно. И еретики пятый раунд в той законной забирают. Да, пока так. У меня вроде бы работает. Надо по таймингу сообразить, насколько ровно сейчас будет. Смотри, 11 секунд. 10, 9, 8, 7, 6. У тебя как? Ну, на секунду чуть-чуть подальше. В смысле, я быстрее или медленнее? Да, ты быстрее на секунду. Понял, понял, понял. Ну, в принципе, это не так. Не, сейчас я сделаю вот так, и потом вот так. И потом вот так, и потом вот так. И, скорее всего, 48, 47, 46. Да-да-да, все, спасибо большое. Ну, вот отлично вообще. Продолжаем, дорогие друзья. Раунд номер что там, 8, да, по-моему? А то что-то из-за проблем немножко темп у нас с комментированием тоже сбрился, если честно. Анаркес забирает лаки под флешку Перси. В защите остается 4 человека. На аутсайде это было сделано. Это так. Так, и что теперь у нас будет происходить с Неверой? Невера, кажется, в этот раз никого на рампе не поймает. Хотя там секреты вообще совсем у нас решили подзажаться. Они под Сити по большей части обосновались. Только вот позиция Тхуана довольно агрессивная под мейном. Но он ждет, ждет информации какой-то. И, кстати, может подставиться под снайпера, который чекает его направление. По идее, там вроде больше нечего чекать с этого бокса на Сити. Ну что ж. Может быть, обманет оппонентов, попробует через секрет пойти на А. На А его ждет XMS, в туннелях под Б его ждет Маказин. То есть в любом случае будет дуэль один на один. И потом, если очень сильно Анаркесу повезет, он справится с одним оппонентом, будет дуэль потом тоже один на один, соответственно, чуть позже. У него остается 18 секунд, времени очень мало. На шифтах он двигается очень медленно. И очень, прямо очень медленно. XMS и Анаркес. Не угадывает здесь Анаркес, куда конкретно повернулся. Именно в этот момент времени XMS его забирает 6-2. Да, 6-2 оказались для еретиков. Они начинают вырываться вперед уже очень существенно. Но, наконец-то, хоть первый правильный нюкс сегодня посмотрим. Действительно, как-то радостно. Хоть какая-то здесь логика появляется в том, что происходит. И теперь от еретиков здесь, я думаю, седьмого стоит ждать. Потому что с боем проблемы некоторые у Сикрет набредаются. Они тут двумя товарищами подфорсили. Остальные решили сделать для себя экономически. И так выскакивают у нас здесь все вместе из будки на Аплент. Но заканчивается это только двумя фрагами. Причем один товарищ сгорел на работе. Ну, а всех остальных там тоже добьют. В принципе, уже не вера. Встречает также с противоположной стороны. С рампов вышел по радио. Ну, и он, в принципе, ластфраг это и забрал. Ух, ну что ж. Да, теперь опять для Сикрет вопрос по поводу третьего раунда. Стоит ребром, потому что остаются у них ресурсы на баи в этом раунде. Но если не проиграть, следующий снова будет либо слабенький форс, либо экономический. Все одинаково. Кефа на что? Кефа, друзья, от коллег как прематч. 1.20 на Еретикс, 4.20 на команду Сикрет. И это уже... Ну, это серьезно. То есть это уже серьезно и как-то... Это ужасно серьезно. Это действительно ужасный разрыв пока что получается. Ну, хотя бы, я не знаю, пятерочку надо было все-таки оформить в атаке. Пока я что-то не уверен насчет того, что это вообще может получиться здесь, если честно, судя по тенденциям. Но посмотрим, окей. На последний день гибает команда Сикрет. То есть этот раунд им необходимо брать, иначе рейсики очень сильно ведут вперед на остальные защиты. Господи, как они отлетают здесь, боже мой. Под флешку Киашима Лаки забирает Пёрси, Эксэмэн забирает Синапси. Двое битых остается у команды Сикрет еще, и один живой. Ну, Лаки мог и больше понашевать по урону. Он там очень хорошо смог попадал. И видим то, что все-таки Хуанам и достается. И остается два персонажа против него. Один из них в ангаре, и Лаки, кстати, может его сейчас запалить. Но должен был видеть, должен был, должен был. Все видит, отлично, отстреливает. Два уверенных выстрела в голову, и это получается фраг. И дальше у нас последний СВП остается. Его дожать тоже можно. Но четыре человека уже их остались. Тут, конечно, ужасная история на этой половине для еретиков. То есть у Сикрет опять проблема с экономой. Хотя нет, они закупятся там плюс-минус, я думаю. Пять тысячу Татсона. Или дефорсить там как-то бай до двух тысяч. Либо все-таки фуллбай делать. Да, смотрю, фуллбай делают. И это в целом здравое решение отчасти. Синопси, видимо, сделал упор на раскидки. Татсона позволил себе все. А все остальные решили все-таки сделать упор в свои девайсы. Но все равно без одного УЗИ не обошлось. Так. Анарки с ней разобирает очень вовремя. Здесь. Видимо, при забеге на Б. Да, да, невероопорник у нас рамп. Значит, при забеге на Б на вилке получается. Ну, в смысле, рампы и вилка. Умер игрок команды Еретикс. Четыре человека остаются командой Еретикс. Бомба уже поставлена. Ретейк невозможен, по мнению еретиков. Они идут на сейф. Да, они идут на сейф. Посмотрим, как это сейчас для них закончится. Потому что пока, может, они все унесут. Хотя, на самом деле, не факт, что Сикреты будут пытаться их додавливать. Потому что у самих проблема такая, что 5 девайсов ему позарез нужны. Кешима делает все-таки фраг. Зря, пошли зря. То есть, можно было как-то поаккуратнее сыграть. Но да, они берут отличный для себя раунд. Практически все остались живых. И это очень хорошо для них. А вот Еретики, из-за того, что каждый раунд теряли довольно много людей, хоть и побеждали. Они без стойкого запаса по экономике остались. Хотя, вот если смотреть на Mac и его 11 тысячи, которые он уже накопил, то так, в принципе, ты и не скажешь. Невера тоже неплохой запас имеет. Больше проблем вот именно MXS. MXS. Звучит, как какая-то программа от Microsoft. Да. Если честно, XMS. Примера проблема. XMS, да. XMS83 пока что выигрывает с половины КТ стороной. Сикреты взяли 3 из 6 комфортных раундов. Но, к сожалению, тут уже первая половина очень быстро стремится заканчиваться. Перси, правда, по лайке сделал килл около красного, кстати говоря, на аутсайде. Так что нормально были меня. Пока начали, по крайней мере. Так, и что у нас? Калаш забрал обратно, как я понимаю. Перси погиб от Mac'и. В ангаре работает снайпер команды Eretics. Тут пока вот не стоит погибать. Сикреты у них, и так, раундов мало. Нужно играть аккуратней. Ну да, будем сейчас аккуратненько смотреть, как они берут хотя бы 4 раунда. Хотя это все, видимо, то, что на Валдивиллами писано пока что. Есть история по поводу Неверы, который бессменный у нас держатель рампы. И он сейчас это сделал на вилке. Еще один фраг. Но после этого уже погиб. И теперь история по поводу одного Жоана, который против двоих будет пытаться тащить. Но клач вполне реальный для него. У него тут по гранаткам, в принципе, неплохо. Еще и из трупов подобрал что-то. И пакет, самое главное, под контролем. Но нужно немного больше инфы по противнику. Немного больше инфы. И кажется, что мы здесь просто его закроем вместе с XMS-ом. Ну и да. 9.3 пахнет развалом кабинетов. Максимум шестерочку уже поднимут. Сколько там на секретах в начале-то было у наших друзей? Ну, можно было, в принципе, и на следующем. Но давайте на этом прожму небольшая, как говорится, проблема. 1.12 на 55. На 55. На 5. 55. 55. Да, 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 да. Это что-то не. 55 это слишком жестко. Как говорится, сорян. Но нет. Не в этот раз, как говорится. Лаки понимает, что на секрет пойдут ребята из команды. Собственно, секрет. Что самое забавное. Пытается этот секрет простраивать. Подход под секрет. Печник Яшима Татсена забирает. То есть они одного там сбрили и половину второго еще. Анарки сбитый. Так, невера. Погибает. И Мака все равно не пропускает на рампу синопсия, который здесь и остается. И вот и Райфл Ган плюс для Мака, который может попытаться сейчас еще разобраться с одним товарищем. По-моему, что-то подозревает по поводу Ухуана. И, возможно, есть инфа, что он не прошел дальше в вилке. Сейчас на него прямо закидывается смог, заставляет его открыться. Открывается. Теперь инфа есть стопроцентная. Там тем временем Эксэмэс погибает. И Мака, Мака, Мака. Делает фраг. Развел, развел. Очень много работы проделал над тем, чтобы он вылез и все-таки добился своего. Выкурил пчелку. И Лаки остается один в смаках. Его нашивать пытаются, но не получается это сделать. Поэтому он просто изичай же ниндзя дефьюз. Его исполнение здесь провернулся. Да. 10-3. 10-3. Ну, наверное, в каком-то смысле, может, и похоже на стандартный нюк. Но дело в том, что у секретов все еще 3 из 6. Это стандартный развал кабинетов, мне кажется. Да, это стандартный развал кабинетов, все правильно. Потому что 3 из 6 раундов. То есть это сильно-сильно меньше, чем комфортно. Это сильно-сильно меньше, чем с натягом. Это сильно-сильно меньше, чем с натягом-натягом. То есть тут вообще все плохо. Мака, Маказин, он же, да, на ранних таймингах Перси сбривает на аутсайде. То есть снайпер дошел прям что-то до красного в упор. Что-то такое там было, нам опсервы, к сожалению, не показало-то. Но я представляю прекрасно, плюс-минус, как это было. Сбрил челика просто и ушел обратно вообще в закат абсолютно спокойно. Лаки XM забирает еще по пацану здесь. То есть и Анарки с Хуаном Флетру остаются вдвоем не у дел. То есть ни единицы кпо до этого момента, по крайней мере, не теряли еретики. Сейчас хоть Лаки погиб. Так, Лаки погиб. Ну что ж, распочато. Первый фраг есть. Может, дальше пойдет, но пока видим, что не особо. Хуан погибает, остается Анарки с последней. И здесь делает фраг, все-таки делает неплохо так со снайперской винтовки. Но с ней, как говорят, да, на особо раунды не возьмешь. Не просто это делать. Ну и закрывает его, и ситуация для еретиков просто прекрасная-прекрасная. Один с раундов первой половины, даже если они лаз зальют, что еще не факт, то они будут в шоколаде, и очень много у Сикрет будет зависеть просто от выигранной или проигранной пистолетки во второй половине. Да, да, точнее от пистолетки, это как первый чекпомент. От форса-антифорса, эко-антиэко и от первого девайсного, соответственно. То есть там много чего. Киашима, господи, уже два килла сквозь смог, еще Перси кинул флешку, ослепив своего. Лаки Мака забрал по анаркизовой Перси. Он моментально, то есть просто моментально вот уже отлетел. Я даже не успеваю на русской музыке разговаривать с такой скоростью здесь, по крайней мере. Потому что 12-3, друзья. Потому что тупо 12-3. Ох, шок, конечно, что же здесь происходит, что за ужасы мы видим. Мы ожидали, что эта катка будет самая крепкая из всех трех, которые мы смотрели. Но пока что-то поляки сопротивлялись гораздо лучше Сикретов, если честно. Вот, уже скучая по той первой карте, которую мы смотрели, первому Никузу сегодня. Ну, ужас, конечно, ужас. Ох, ну Сикретов надо будет пожелать удачи сейчас на пистолетке. Потому что если они ее проиграют, то здесь можно их уже хоронить и вызывать гробовщиков, танцующих к ним. Но пока история о том, что все-таки камбэки бывают на смене сторон. Возможно, у них просто не шло. Как-то вдохновения не было играть за атаку. Ну, а за защиту пойдет. Но пока видим то, что теряются уже двое и, кажется, нет, не пойдет. Не вдохновения нет, а чего-то другого здесь, видимо, нет. Так, пистолеточка. Да, здесь сложная. Хоан Киашиму все-таки пока что забирает. Перси, Синапси и Хоан втроем остались, да? Получается, команда атаки пытается, точнее, команда защиты пытается защитить девятку, с которой вываливаются террористы на Аплент, которые сейчас будут ставить бомбу. И, ну, ситуация довольно сложная. 13-3 пока что счет. Да, я бы КФ и показал. Да, только я думаю, что закрыли уже все. А, да, 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 ты полностью права. Здесь вообще без вариантов. Ну, посмотрим. Без вариантов и без негатива. Суть по всему. Ужас какой-то. Я не знаю, я вообще не ожидала такого, что Синапси вообще ничего не покажут. И причем проигрывать пистолетки-то за Сити как-то еще противнее, потому что если ты на атаке играешь, хотя бомбу поставил, то ты уже хоть что-то там покупаешь себе. А здесь, видимо, такой получился у нас. Форсетский очень интересный. Решили попытаться что-то со скаутами сделать, что-то даже с одним дробашом, но при этом три дегла. В целом это опасно, если все-таки полетит хоть что-то с этого дегла, а то шанс зацепиться за раунд есть. А еретики очень хотят на УЗИшках фармить. Не, они это будут делать. Ну, они не торопятся. Почему тут у них стояние под сиспавном, такой вот распространенный момент. Они любят такое проворачивать. И сейчас тоже не скромничают, стоят и ждут, пока на них кто-то придет. Да, это жестко, конечно. Это жестко. Ну, смотрим дальше. Пока 5 на 5 здесь бывает ситуация. Пока, конечно, 5 на 5. На ранних таймингах, а точнее это уже средние тайминги, прошу прощения, Хуан забирает лаки. Есть хоть какой-то плюс у команды Секрет. У них и не самый лучший девайс, как видите. Ну, Невера находит плечо оппонента при заходе через будку на, опять же, потенциальный аплент. Ну и, соответственно, заходит на аплент. И будку прочекали тоже сверху. И Пёрси там погибает моментально. И уже втроем против четверых остаются Секреты. То есть это уже без живого преимущества. Да, без живого преимущества, без фактического преимущества и без особых шансов на эту карту такими темпами. Потому что следующий у них раунд должен быть экономический, по идее. Ну, или они будут форсить до конца, конечно, что тоже имеет смысл. Хотя сейчас вот хороший фраг получился. Там получилось калаш себе взять Хуану. И он пока остался один в своей команде, потому что остальных твоих уже вас пересбрить пока. А то до сего происходит. Но Невера отлично все добивает его со скаута. Даже в голову не понадобилось стрелять, чтобы он умер. И 14-й раунд есть. Но я думаю, что форсить все-таки будут. Вряд ли здесь эко есть смысл доводить до 15-го. В общем, надо шансов, мне кажется. Это да. Ох, секрет-секрет. Как же у вас? Не секрет, а подвох. Мне кажется, какой-то на этой карте прям. Тяжелая ситуация. Согласен здесь с тобой. 14-3 мы видим на счете. То есть это разок кабинетов. Нет денег, то есть это 15-3 мы держим уме. И пока мы 15-3 держим уме, могу тебе прекрасную, замечательную шутку рассказать. Давай. Короче, знаешь, вот в, скажем так, любых фильмах про хакеров обычно, когда что-то происходит, например, с каким-то устройством, какого-нибудь чувака, которого взламывают, это устройство сходит с ума, и там что-то происходит, и там приходят, например, на это устройство миллиарды сообщений. Короче, жесть какая-то. Так вот такое сейчас с моим телефоном происходит, если вдруг кому-то интересно. А, ну потому что мой этот запалился телега. Сорян. Я удалила вроде все клипы, но странно, что это случилось рано. А, я понял. В общем, сейчас прямо, вот вообще прям хорошо-хорошо. Я думаю, что он, наверное, умрет, в смысле телефон умрет где-то минут через 35. Но он мне нравился, так что помянем заранее. Помянем заранее. Так, поехали дальше. Четыре человека остается у команды Secret. Ну, то есть ситуация, как говорится, неудавная, но плевать. Анаркес, Стапсен, Хуан забирает Киашима в ответ. Соответственно, Хуан и Перси остаются вдвоем. Практически полумертвая тема, на самом деле. Здесь. То есть очень-очень-очень сложно все на данный момент времени будет происходить. И что сказать-то еще? Пятнадцатый? Пятнадцатый. Secret.ent все-таки очень близится к тому, чтобы проиграть эту карту. Не знаю. Они так хорошо разваливали на прошлое. И что здесь такого вот прям случилось? Ну, видимо, то, что еретики прям на классе. Они везде в технике. То ли они уже как-то, я не знаю, раскликались. То ли они после первой карты выигрыша уже так отдохнули хорошо, что прям на плюс морали и на плюс силах все это дело вывозят. Но в чем вот такой поинт такого развала, я не знаю. На самом деле, знаешь, здесь даже фактор, мне кажется, играет отчасти то, что это Best of 1 серия. Что все-таки, да, здесь есть шанс рулетки. То есть у тебя же там что-то на карте не пошло, ты уже не отыграешься. Все, ты уже матч проиграл. И вот на этой карте, мне кажется, что отчасти у Secret'ов что-то просто не пошло. Отчасти вот плохо узнает что. Ну, бывают же все-таки просто такие карты, которые просто не поддаются какому-то профессиональному мышлению. Просто не летит, просто не идет, просто не угадывается по позициям, не читается. Да, тяжело. Анаркес забирает. Макказина здесь. Икс МС отвечает по Перси. Три человека остается у команды Еретикс. Есть хоть какой-то шанс у команды Secret'а или этого шанса нет, вообще я не понимаю. Да есть, есть еще три на три ситуации. Неплохо все, он оставится вроде как. Там еще и Синус делает фраг, но второй ему не дался. Ситуация 2 на 2 продолжает. Икс МС хорошо охраняет часть плента своего. И теперь остался один на один статся. Но мы один шот буквально заканчивают эту карту. И что теперь у нас здесь будет? Это будет просто какой-то ужас. Я не знаю, даже слов просто никаких нет. Нам тут показывают реплей даже этого раунда. Конец, как СМС все растащил. Так, ну что ж, таким образом карта, собственно, заканчивается. Не совсем ожиданно, лично для меня. Ну, на мой личный взгляд, не совсем ожиданно. Но вот так вот. Так что...